Меня, скажем, не очень любят. Но можем об этом поговорить. А чему? Это интересно. Чему вас не очень любят? Ну, это исторически сложилось, наверное. Еще со знаменитого моего спора с Владимиром Александровичем на мост. С того, что я не лезу в карман за словом, потому что мне не нравится система и двойных стандартов. Не нравится тотальная некомпетентность недействующей власти. Мне нравится несоблюдение ими обещаний предвыборных. Скажем так, когда на выборах был общественный договор, мы так не договаривались. Чтобы везде командовали споты, браты и кумовья из 95-го квартала. Поэтому я этого не скрываю, я об этом говорю. Это не только мои какие-то, знаете, политические озумы. Это мои глубокие убеждения, это мои мировоззренческие установки. Я не собираюсь и дальше молчать. Поэтому, наверное, не любят. Может, где-то не доверяют. Ну, смотрите, я даже, я же не пытаюсь, как сказать, заскочить позаучи. Ну, не любят и не любят. Какая у меня разница? У меня есть чем заниматься. Ну, а как взагалі видосмелася ця реформа децентрализации за последний рік? Вам есть чем сравнивать это точно? Потому что вы работали за одного президента, за одного главы областной администрации, теперь за другой и президент, и глава администрации. Петро Порошенко чи Володимир Зеленский, кто из них был больше зацикавлен в реформе децентрализации? И кто больше доклався до этого? Если развернуть... Смотрите, можем говорить коротко, можем развернуть. Раздавайте сначала коротко и возвращаясь к вопросу, который говорили про общественный транспорт. По состоянию на три года назад маршрутки, в которых были у нас табуретки. Так вот, я всегда повторяю о том, что при плохом пете я открыл пять новых троллейбусных маршрутов. На парус, на сокол, на солнечный, как бы пять, понимаете? Это колоссальный был объем. А при хорошем вове ни одного. Потому что у нас есть проблемы с финансированием, нас постоянно пытаются подстыть центральные власти. Хотя при Петре Алексеевиче тоже каждый раз при принятии городского бюджета мы ездили и к нему, и в кабинет министра, и в Верховную Раду.